Здравствуйте! В эфире программа «Ашик Энгеми» «Открытый разговор». Сегодня в нашей студии Майя Бердалиева, специалист фонда ДОМУ. Здравствуйте, Майя! Майя, разговор сегодня у нас, по крайней мере, по замыслу должен идти в абсолютно практической плоскости. Вы специализируетесь на поддержке малого и среднего предпринимательства. С чего начинать малому и среднему предпринимателю или тому, кто хочет таковым стать? Для того, чтобы стать предпринимателем, прежде всего, нужно иметь хороший бизнес-проект, бизнес-идею для начала. Для начала не нужно родиться предпринимателем? Им вообще можно стать? Да, можно стать. Вообще предпринимателем становится, потому что это все навыки, которые трудолюбие, усердие, вера в себя. Это все можно приобретать в жизни. Не обязательно им родиться и стать предпринимателем в возрасте 20 лет. Либо же нет возрастных ограничений, можно открыть свое дело даже в 45. Это есть очень и в мировой практике, и в нашем городе очень много таких примеров, когда люди, вышедшие на пенсию, решают, что теперь они знают, набрали профессионального опыта, жизненного опыта и открывают свой бизнес. Май, чтобы открыть свой бизнес, человеку, который абсолютно никогда этим не занимался, но, допустим, родил в муках светлую бизнес-идею, куда ему с этой бизнес-идеей идти? Хороший вопрос. Для того, чтобы… Если у предпринимателя, у начинающего предпринимателя есть уже бизнес-идея, и он знает, что хочет, но не знает, как это реализовывать, что для этого нужно, мы их с удовольствием приглашаем в наш Центр обслуживания предпринимателей при фонде ДОМО, где предоставляются все консультационные услуги от ведения бизнеса, от открытия, ведения. И дальше человек-предприниматель может уже зарегистрироваться, ему помогут в написании бизнес-плана, дальше наши менеджеры будут работать, сопровождать с ними до получения кредита в банке, при этом идет финансовая поддержка и не финансовая поддержка этого предпринимателя. Дальше он уже свой проект реализует, и по ходу фонд ДОМО еще может мониторить, и он также обращаться за консультациями. Сколько стоит это счастье? Это все для предпринимателей бесплатно, это специально в режиме одного окна было создано такие центры обслуживания предпринимателей во всех областях, при региональных филиалах фонда ДОМО существуют, где предприниматель, либо желающий, начинающий предприниматель может обратиться и получить в режиме одного окна, не ездя в другой конец города, допустим, он может на месте заказать свой бизнес-план, на месте получить услуги бухгалтера и налогообложения, на месте получить юридические консультации, маркетинговые консультации, на месте же получить справки необходимые, цона. Все это в режиме одного окна, чтобы наши предприниматели были, было им легче, чтобы они никуда не ездили, им бесплатно все это советуют, делятся опытом, и дальше помогают им развивать свой бизнес. Май, ну это что, любой человек с улицы заходит и говорит, я хочу стать предпринимателем, и получает бесплатный пакет услуг? Любой желающий может прийти, действительно получить, не обязательно при этом иметь бизнес-идею. Бизнес-идея может зарождаться, она может меняться и так далее. Человек, например, планировал магазин строить, допустим, у себя в районе. Потом пришел в наш центр обслуживания предпринимателя, посоветовался, получил консультацию маркетолога, где он четко понял, что открывать 10-й магазин на этой улице просто неэффективно, и скоро его бизнес просто умрет. Ему советуют либо открывать такой магазин, где продаются специализированные продукты, либо же открывать не 10-ю аптеку, а 10-й магазин на аптеку, а что-то другое, например, чего нет на этой улице. И он это меняет. Почему многие ошибаются, не верят в силы, потому что они думают, что это недоступно, что это тяжело, что это нереально. На самом деле все очень просто, реально. Есть реальные люди, которые приходили к нам физическими лицами, и уже в процессе полугода, трех месяцев они зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, дальше получили свои бизнес-планы, обратились в банки, либо выиграли гранты, обучились, и сейчас успешные начинающие, действующие предприниматели. Майя, вы определяете перспективы бизнеса в конкретное время и в конкретном месте. У нас в одной из наших программ был разговор на эту тему, и почему-то местные органы власти, ну то есть тот же поселковый Акимат или Акимат района, который выдает разрешение предпринимателю на занятия определенной деятельностью, выделять земельные участки, недвижимость и так далее. Вот там не могут сразу и внятно объяснить человеку, не открывай 10-ю аптеку на этой улице. Не открывай пятую заправку на этом пятачке загородной трассы. Поэтому у нас и возникают вот эти ряды заправок, которые душат друг друга целые улицы аптек, ни одна из которых нормально не может раскрутиться и так далее. У вас, я так понимаю, должна быть какая-то база данных, то есть вы проводили исследование по территории области, или это сугубо умозрительно вы даете рекомендацию? Вот это открывай, вот это не открывай. Мы не даем окончательного решения, окончательное решение принимает сам предприниматель. Вы даете совет? Вот на чем вы основываетесь в рекомендации? Это, например, у нас территория большая, Южная Казахстанская область огромная, и у нас предприниматели приходят с разных регионов, с разных районов, сельских округов. И, естественно, у нас нет наглядной на сегодняшний день прям карты, что можно сказать, что в селе Казыгорт, вот по такой улице есть пять магазинов. Это может быть в Акимате эти данные есть. Мы как-то это можем, конечно, связывать. Это, наверное, в будущем будет. Но сейчас конкретно пришел предприниматель. Он заявил желание открыть, допустим, цех по производству металлоконструкции, либо мебельный цех. Естественно, наш менеджер уже с ним напрямую работает и точечно там проводит анализ. Нет готового маркетингу анализа на всю область сказать, вот здесь мины плохо, не ходи сюда, ходи. Такого нет. Конкретно человек решил заняться бизнесом и решил именно, живет, например, в городе Шымкент, решил открыть бизнес в моногороде нашим Кентау. Он заказывает бизнес-план совершенно бесплатно, в короткие сроки это все готовится, делается анализом четким. Причем клиент сам рассматривает, принимает, может корректировать и так далее. То есть это сотрудничество, это двусторонняя подготовка бизнес-планов. То есть это индивидуальная задача, которая решается совместно с предпринимателем. Майя, примерно сколько через ваш фонд проходит предпринимателей? Потому что вот тот объем работы, который вы сейчас рассказали, он предполагает огромное количество сотрудников. Насколько я знаю, ваш офис, вас там раз, два, три, четыре, пять. Так и есть, наш коллектив небольшой. Слава Богу, мы работаем на всю область, и результаты очень хорошие. На сегодняшний день свыше 60 предпринимателей уже получили гарантию фонда ДОМУ. Это когда у предпринимателя не хватает недостаточно залогового имущества, и он обращается в фонд ДОМУ, чтобы получить необходимую сумму кредита. Здесь фонд ДОМУ выступает гарантией, когда он не сможет оплатить свой кредит, фонд ДОМУ погашает ему этот кредит. Также есть программа субсидирования, проект субсидирования в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса, дорожной карты. Здесь очень много желающих, очень большое количество предпринимателей и начинающих, и действующих, которые заняты в приоритетных секторах, которые получают помощь от государства в рамках программы в виде погашения процентной ставки, то есть субсидирования процентной ставки. То есть если он получил, клиент банка, предприниматель получил в банке кредит по ставке из 14%, то 7% оплачивает государство в лице фонда ДОМУ, 7% оплачивает сам предприниматель. А банку разницы никакой, он получает свои 14% по процентной ставке. Очень много проектов. У нас есть специально на аутсорсинг были выделены консультанты, которые работают и консультируют. Каждый консультант в день как минимум консультирует 10-12 человек. Это в реальности, когда тет-а-тет приходит клиент и получает всю необходимую консультацию. Помимо этого у нас есть онлайн обращения, телефонные консультирования, когда человек хочет уточнить какой-то момент. Помимо этого у нас очень много проводится, почти еженедельно проводятся тренинги, мастер-классы, когда мы приглашаем представителей бизнес-структур, которые также были начинающими предпринимателями, допустим, в какой-то конкретной отрасли. И какие пошаговые инструкции, рекомендации он может дать. День молодежи, например, когда мы проводим специально для молодежи, приглашаем со всех желающих, с университетов, молодых людей от 18 до 29 лет, которые хотели бы получить информацию, которые хотели бы узнать, как открывать бизнес и вести его. У нас специальные такие дни и мероприятия проводятся. Все желающие, которые хотят получить консультацию или бесплатную бизнес-разработку или маркетинговую анализ, они все получают вовремя, в срок. Действительно очень много желающих, что нас очень радует. Мы думаем, что будет еще желающих больше и расти это количество. Майк, если я правильно вас понял, то к вам обращаются те люди, у которых есть либо залоговое имущество, либо деньги на открытие бизнеса. То есть либо деньги, либо возможность получить банковский кредит. К нам может обратиться любое физическое лицо, как я уже отмечала, физическое лицо, у которого даже если нет бизнес-идеи, он может прийти, получить консультацию, после чего созреть на реализацию какой-то бизнес-идеи. Потом он дальше с нами работает. Здесь сопровождение фонда ДАМУ идет каким образом? В первую очередь человек, допустим, с идеи или без обращается, приходит в наш центр обслуживания предпринимателей, получает необходимую консультацию, что нужно, чтобы открыть бизнес, что нужно знать. Что он не знает, он может у нас на мастер-классах, тренингах получить. Недостаточно финансовой грамотности получает необходимые книги, консультации, записывается на наши бизнес-тренинги, получает, обучается, получает сертификат. Не знает, какой режим ему выбрать, налоговый вид режим, какой, значит, ему наш бухгалтер объясняет, что когда определенная сфера деятельности, необходимо лицензироваться, получает именно по патенту работать или по общей установленной. Все это ему разъясняется, потом он уже выбирает, да, мне действительно нужен вот этот бизнес, для этого нужно то-то, то-то, то-то. Потом, если у него недостаточно финансовых ресурсов, как говорится, если у вас не хватает денег на открытие бизнеса, в последнюю очередь ты должен обратиться в банк. Это в западной литературе, в Европе, в западных развитых странах, это так и есть. Это истина. Хорошо, а первые две очереди, это кому? Тумбочка, друзья? Это как раз-таки родственники свои накопления. То есть, открывать бизнес, получив кредит, это не всегда верно, но в рамках единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020» как раз-таки для начинающих предпринимателей предусмотрен полный пакет поддержки. То есть, если не хватает залогового имущества, начинающий предприниматель может рассчитывать на 85% гарантию фонда дому, потому что у каждого банка есть своя залоговая политика, и какой-то банк не берет, например, под залог дом, находящийся в населенных пунктах. Это общая проблема сельских предпринимателей. Ни ферму, ни дом, ни поле в залог банк не примет. Для этого именно реализуется проект гарантирования фонда дому, где фонд дому выступает гарантия. Остальные 15% фонда обеспечивают в виде депозита, либо же в виде оборудования, которое он может поставить. Это уже он отрабатывает с банком. Помимо этого, если предприниматель в городе Шимкент реализует в приоритетном секторе согласно программе, то он может получать субсидирование процентной ставки. Это уже, как я говорила, по 14% всеми оплачивают. Для населенных пунктов, которые реализуются в наших селах, бизнес-идеи, проекты, то здесь уже субсидирование ее 10%. То есть он получил кредит по 14%, 10% оплачивает государство в лице фонда дому, 4% сам предприниматель. При этом отраслевых ограничений вообще отсутствует. Нет, хочет открывать магазин, хочет заниматься торговлей, все финансируется, при этом получает господдержку в виде вот таких инструментов. Май, а у вас определены приоритеты поддержки по профилям деятельности? В рамках отдельных программ, да. У нас очень много, фонд дому реализует очень много программ, является оператором финансовым агентством в рамках государственной программы, единая программа поддержки и развития бизнеса ДКБ, которую, наверное, все много слышали. Здесь есть приоритетные отрасли, приоритетная сфера деятельности для города Шенкент и для города Туркестан. Для остальных населенных пунктов, районов областей отсутствует отраслевое ограничение. То есть поле там не пахано? Да, можно любое. Нет ничего называется? Да, если хочешь... Открывайте, что хотите. Да, открывайте, торговля, все поддерживается. Есть программа обрабатывающая промышленность и поддержки малого и среднего бизнеса. Естественно, там поддерживается именно сектор обрабатывающей промышленности. Есть программа поддержки женского предпринимательства. Там, естественно, поддерживается женское предпринимательство, но отраслевых ограничений нет. Программ очень много. Каждый начинающий либо действующий предприниматель по своей отрасли и сфере деятельности может найти подходящую программу для себя для реализации бизнес-идей, а наши консультанты помогут ему выбрать удобную для него программу. Майя, если немножечко углубиться в деятельность фонда ДОМУ, все наши банки второго уровня периодически жалуются на большие проценты или немножко меньшие невозвратных кредитов. Хотя вопрос к тому, как и кому они их выдают, это совершенно отдельная тема, которую здесь обсуждать мы, наверное, сегодня не станем. В фонда ДОМУ достаточно трепетно относится к поддержке предпринимателей и очень тщательно изучает, насколько я знаю, вашу деятельность человека, прежде чем что-то ему дать. Гарантию банка, субсидирование процентов или какую-то еще поддержку. Вы даете вполне реальные гарантии вместо залогового имущества. Процент невозврата. Хороший вопрос. Фонд ДОМУ, естественно, такие вероятности тоже есть. Фонд ДОМУ уже оплатил, по-моему, по Южно-Казахстанской области такой проект был у нас. Да, он не смог оплатить кредит свой, да, фонду ДОМУ, пришлось за него закрывать кредит в банке. Но это говорит о том, что программа гарантирования работает, что, да, бывают такие случаи, но это был единичный случай на территории Южно-Казахстанской области. Ну, это что, прям один-один случай? Да, действительно, так и есть, один случай. Действительно, прежде чем выдавать кредитные средства, банк изучает, изучает, у него есть свой перечень документов, есть кредитный аналитик, менеджеры у них все это рассматривают. Хочу сказать, что эти проекты потом поступают по гарантии Фонд ДОМУ. Фонд ДОМУ по проекту экспресс-кредитам, экспресс-гарантиям рассматривает. Срок рассмотрения Фонда ДОМУ составляет всего лишь 5 рабочих дней. По кредитам, индивидуальным гарантиям это уже 15 дней составляет. То, что, помимо этого, выданные кредиты в рамках программы Фонда ДОМУ или единой программы, дальше Фонд ДОМУ мониторит эти проекты, смотрит целевое использование кредита вовремя погашения своей части процентной ставки, выполнение своих обязательств. Да, Фонд ДОМУ это мониторит. Что значит мониторит? Майя, то есть, насколько вы влазите в оперативную деятельность предпринимателя, которую вы опекаете? Предприниматель мониторит целевое использование средств. Куда он потратил? Он вначале в бизнес-плане, вначале он указывает, на что именно будут потрачены кредитные заемные средства. В соответствии с указанным в протоколе кредитного комитета, его заявления и бизнес-планов дальше мониторит Фонд ДОМУ. То есть, он приобрел действительно оборудование для цеха, либо не приобрел, то если не приобрел, то по какой причине? Насколько потрачены, целево использованы? Если кредит был, это все не такого, чтобы Фонд ДОМУ прогарантировал и все, а потом не связывается с клиентом, не работает с банком. Через какое-то время выясняется, что кредит, оказывается, не погашается клиентом. Такого не бывает, потому что в Фонд ДОМУ есть процедура мониторинга, когда через какое-то время после использования Фонд ДОМУ выезжает на проект, либо клиент приносит, либо сотрудники банка совместно с Фондом ДОМУ выезжают на предприятие, смотрят, да, проект реализуется, либо приобретено оборудование, либо это на пополнение оборотных средств было, да, производятся продукты, там, товары и так далее. Это все процедуры как раз-таки снижают риск невозврата, либо таких плохих кредитов. А случаев нецелевого использования очень много? Нет, прежде чем, как раз-таки наши предприниматели очень осознанные, и сейчас они, каждый человек, прежде чем получить кредит, он, наверное, совместно с семьей, либо сам, обдумывая, решает пойти на этот шаг. И когда государственные средства, да, наши консультанты, менеджеры, прежде чем он получит кредит, с ним работают, советуют, и говорят, что нужно обязательно его использовать по целевому использованию, при нецелевом использовании приостанавливаются, значит, эти виды поддержки. Об этом он, конечно, узнает, прежде чем получить кредит. И предоставляется для него бланк специальной брошюры, которую мы, я могу сейчас показать, это вот, как получить бизнес-консультации, как сервисная поддержка, что он может получить в рамках госпрограммы, какие еще инструменты поддержки есть, что он может узнать в центре поддержки предпринимателей, да. То есть, с ним уже вначале работают, и ему говорят, и выдают листовки, где конкретно написано, что, к чему приведет нецелевое использование, да, штрафные санкции, приостановление, приостановление виды поддержки, что он должен, прежде чем получить кредит, он ознакомливается с этими документами, с этим положением, да. То есть, это всего лишь один лист, где четко указано, какие документы он должен представить при целевом использовании, например, когда он строит здание, объект, да, для, допустим, детский сад, либо должен был приобрести оборудование, здесь он покупает, либо за границей, да, какие документы он должен представить. Есть проекты старшей сеньоры, гарантии, как можно получить конкретно схема. То есть, не так, чтобы человек получил консультацию, взял кредит, а потом думал, да, на что потратить. Естественно, приходит человек-предприниматель с намерением получить, на что потратить, и уже идет дальше мониторинг, если у него задержка оборудования, либо по какой-то причине это все изучается, конечно, и со стороны банка, и со стороны фонда дому. Так что рисков не возврата, а плохих кредитов просто почти нулевая на сегодняшний день. Может, вам есть смысл организовать мастер-классы для кредитных менеджеров банка второго уровня? Вы знаете, у нас эта уже практика давно проводится, как фонд дому разрабатывает программу, и каждый наш сотрудник менеджера, окружающий определенные банки, встречается с кредитными экспертами. Помимо того, у нас проходит периодический мастер-класс для них. Бывает, что мы собираем всех предпринимателей и банки и проводим круглые столы, где они говорят, вот у меня такой проект, кому интересен. Приходит банк, говорит, да, нам интересен, мы кредитуем такие отрасли и берем залог то-то, то-то. То есть здесь фонд дому выступает и площадка, где они могут общаться, где у нас есть определенная база предпринимателей, а банки как раз-таки ищут клиентов. И также мы периодически, очень постоянно, мы работаем с банками, с кредитными экспертами по части рекомендаций, советов, в части кредитования по нашим программам. Совет, наверное, в принципе всего один, добросовестно работаете, ребята. И думаете, кому вы даете деньги. Ну, банки сейчас очень активно работают по всем программам фонда дому. Не первый год реализуются эти программы, поэтому они все очень ответственно относятся. Очень много молодых, хороших, умных кредитных экспертов, которые действительно работают и есть результаты. Вариант, когда к вам приходит человек с очень хорошей бизнес-идеей, которая, допустим, нравится вашим экспертам, и которая в данной местности обречена на успех, по мнению ваших специалистов, у человека нет совершенно денег. Какие-то варианты для его превращения в средние руки предпринимателя существуют? Да, конечно. Помимо того, тех инструментов, которые я говорила, это гарантия, субсидия. Есть замечательные проекты, инструменты поддержки, как грантовое финансирование. То есть, действительно, эти проекты, допустим, реализуются где-то в других странах. Если это нет в Казахстане, то прекрасно есть возможность получать гранты на развитие этого бизнеса, хорошие бизнес-идеи. Есть в рамках этой же программы, единой программы, есть грантовое финансирование, куда он может обратиться. Помимо того, если это молодой человек в возрасте от 18 до 29 лет, у кого хорошая бизнес-идея, он может обращаться в фонд АМУ, где совместно с Ассоциацией Булашах реализуется программа «Стартап Булашах». То есть, здесь выдаются на конкурсной основе гранты. Первое место 7 миллионов, второе место 5 миллионов, третье место 3 миллиона. Помимо этого, есть еще поддержка фонда ДАМУ, создается определенный пул, где интересным проектам также дается возможность реализовать это. Май, грант предполагает безвозвратную передачу денег на определенную работу. Да, на конкретную работу. То есть, это то, что мы имеем в виду. Да, то есть, не обязательно. Сначала нужно поискать возможность, как я его могу реализовать. То есть, если клиент не хочет, у него хорошая бизнес-идея, которая действительно имеет социальную значимость, интересна сама по себе, тогда есть возможность у него принимать участие в грантовых средствах, где, да, безвозмездные, безвозвратные грантовые средства. Но это единственный вариант для человека без денег. Не только единственный вариант. Даже надо не ограничиваться, смотреть. Есть очень много возможностей реализовать бизнес-идею. Совместно создать товарищество, найти инвесторов, которые могут тебе помочь в этом направлении развивать. Это очень множество. Сейчас и при Акиматах существуют различные инновационные фонды, по-моему, которые поддерживают интересные бизнес-проекты. Надо просто иметь бизнес-идею хорошую и посмотреть, какие есть возможности его реализации. И здесь уже перед вашими глазами выходит столько возможностей, что бери и делай. Были бы руки и голова. Амай, что такое, на ваш взгляд, хорошая бизнес-идея? Ну вот для ориентирования человека, который впервые решил подойти к этому, как-то можно это сформулировать? Вот в вашем собственном понимании. Скажу так, за грантовое финансирование, я так отвечу, грантовое финансирование есть в рамках каждых грантовых конкурсов, есть конкурсные комиссии. У нас в постановлениях, в документах прописывается, что бизнес-проект должен отличаться новизной, иметь социальный эффект. То есть по мнению этих членов конкурсной комиссии, что для них является бизнес-новизна, я не знаю. Но в рамках программы «Стартап Балашах» я скажу, если проекты реализуются в Астане, в Алма-Ате, допустим, для примера, и нет этого в нашей области, то это для меня новизна. Почему бы его здесь в ЕКО не реализовать? Например, точно так же мобильные приложения интересные, которые в других странах очень развиты, когда эти молодые ребята создают мобильные приложения, можно адаптировать в наши условия, в наши реалии. Для меня это новизна и интересно. А так вообще любой... Это вот что касается грантовых конкурсов. А для меня, например, хорошая бизнес-идея, которая продается для покупателей, есть потребитель, есть спрос. Это будет считаться для меня хорошей бизнес-идеей. Есть спрос, уже как ты будешь это реализовывать, это уже второстепенный вопрос. Самый главный в бизнесе, в первую очередь, многие там вещи главные, да, но в первую очередь, если твой продукт, товар или услуги не продается, никем не покупается, тогда это... Но это уже не бизнес. Да, это уже не бизнес. Поэтому прежде всего нужно, чтобы твои услуги товара не продавались и был на них спрос. Майя, в завершение нашего разговора очень хотелось бы услышать от вас какие-нибудь достаточно краткие и емкие пожелания для тех, кто собирается заняться предпринимательством. Чтобы заняться предпринимательством, нужно в первую очередь... Давайте, простите, начнем с того, каким нужно быть для того, чтобы стать предпринимателем. Ну, как любая человеческая деятельность, это не всякому доносом. Опыта своей деятельности, могу сказать, встречалась с разными предпринимателями. Вижу, есть человек, у нас недавно получал предприниматель, начинающий, на пенсию вышел, организовал свой цех по производству мыла Ташимбетов. Фамилия, имя Омир Бек. Очень интересный проект. Вот видите, он столько лет, 45 лет он работал и вышел на пенсию и решил заняться предпринимательством. Он очень спокойный, зато знает свое дело, есть опыт работы. Есть молодой, нету, по-моему, даже 19 лет, по-моему, 18-19, молодой, перспективный, который прям энергичный, да, и он и там, и там успевает все, такой суперский бизнес-проект и реализует его. То есть можно быть энергичным, можно быть спокойным, но самое главное качество, наверное, верить в бизнес-идею и никогда иметь позитивное отношение к жизни, верить в себя, верить в людей, и ваш бизнес пойдет в гору, должен пойти в гору. Поэтому конкретно сказать шаблонного варианта, что если ты имеешь такие-таки качества, то у тебя бизнес пойдет. Такого не могу сказать. Все зависит от самого человека, от его желания стать предпринимателем. Можно быть спокойным, тихим и прекрасным бизнесменом, как Ташимбетов наш, и в возрасте 70 лет, да, может быть 18-летним Нурланом, который у нас стал, получает поддержку, да, Нурсултаном, который молодой и реализует свой бизнес-план, является директором, да, который очень энергичный, который знает, чего хочет, добивается, да, то есть нету такого шаблонного варианта. Все могут стать, самое главное было бы желание. Большое спасибо, Майя, особенно за ваш оптимизм по поводу роста среднего класса в нашей стране. Спасибо. Спасибо. В программе «Ашикангеме» принимала участие специалист фонда Дому Майя Бердалиева. До встречи в следующие выходные. Успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok